друзья всем привет здравствуйте мы сегодня формируем наш миндаль форме шарика ну можно так любые плодовые деревья формировать миндаль просто на садоне не плодоносит поэтому чисто декоративные и работают декоративно цветущим да потому что любое растение формировать виде шарика которая подносит этого черт урожая ну вот кому-то это больно кому-то не больно поэтому нам чисто эстетический вид мы так и делаем так друзья с чего начинать посмотрите пожалуйста на почки у миндаля они такие же будут у персика и немножко похожие у сливы вот такая тройная почечка вот очень красиво видно по центру будет ростовой побег боковые побеги будут цветками ну вот большинство да на однолетних побегах вот это прирост этого года соответственно мы не можем отрезать их все но мы должны с другой стороны позаботиться о том чтобы на следующий год приростов у нас тоже было много поэтому режем красиво ровно достаточно коротко мы принципе прошлом году резали как шарик но за год какие-то растения какие-то паровские конечно ветки пошли вверх немного поэтому мы для себя определяем какая нам будет тут высота этого шарика но мы понимаем что вот вот отсюда да у нас больше вот посюда чтобы она на следующий год выросла опять такой же или чуть выше поэтому мы формируем вот берем юридиса я начинаю отсюда резать я режу наискось вот так вот почему я перевел вот на эту почку которая будет внутрь расти это у нас декоративное растение и нужно чтобы крона была более густой плотной и пышной поэтому их режут на почки расположенная внутрь если это плодовое растение то их режут на почки расположенные наружу то есть мы должны представлять собой фула себе форму дерева и мы должны я представлять не просто какой она сейчас будет а какой она будет у нас в следующем году когда это все будет расти друзья смотрите еще самое важное правило у растений если мы чем короче мы режем тем больше в объект мы получаем поэтому вот смотрите вот тут вот нам сильный побег не нужен мы ниже обрезали к и мы понимаем что вот это вот с этой почки пойдет расти вот сюда и в следующем году у нас будет все перед у нас с каждой враги будет перекрещиваться и мы будем вот так вот для тем самым нас варик растет растет и растет обязательно удаляем сухие всякие поврежденные веточки веточки очень слабая которая нам не нравятся и что характерно для таких деревьев друзья посмотрите на этот миндаль вы видите что он решил себя организовать из нашего шарика ствол один из побегов вырос стал более сильным чем должен был бы быть ну точнее их таких два и вот их обязательно нужно уравновесить посмотрите как я его сейчас обрежу видите вот этот очень слабенький приростик такой плодовый прутик себя и вот я на него растущего внутрь это все и переведу ну конечно то есть уже здесь не нужен лидер нам же здесь нужен шарик а если мы оставим вот такую вот верхушку которую я обрезал или даже вот такой побег один торчащий самый высокий то дерево подумает что это ствол и будет формировать обычную крону с центральным проводником для представьте кто-то обрезает плодовые деревья вот такой вот форме и жертвует урожаем зато у него яблоки растут на дереве там 5 яблок но очень красиво и чем меньше вы оставите этих яблок тем более крупными они будут друзья кстати очень похоже на ту картинку который я рисовал в 3 классе знаете когда приходят там надо нарисовать любой рисунок рисует ствол дерево и три яблока вот примерно так же ну вот примерно так же выглядит и горшочные деревья патио верно это моя детская мечта была так это мы все-таки чуть-чуть укоротим я думаю что нам много густой поросли даст вот это вот побег он сильный из него все побеги будут сильно и нужно будет его обязательно прищипывать когда вы оканчиваете обрезку друзья отойдите и посмотрите на дерево со стороны потому что иногда сблизи видно что вот вы что-то пропустили вот какой-то побежек нужно укоротить и если это у нас декоративное дерево то не нужно удалять все загущающие и мешающие побеги они будут очень красиво смотреться я подрезаю потому что я отошел видел маленькие веточки которые большой роли не сыграет но будет красивая будет шарик гуще потому что я их выбираю и направляют куда мне нужно я вижу где у меня пробелы вот допустим середина у меня подрежь еще вот этот побег с этой стороны около тебя нет вот этот да где-то на две трети его оставь мы обязательно должны сделать так когда обрезаем чтобы у нас обе стороны куста и нашего дерева шарика были примерно равными по высоте в этом плане любой побег который выдается вверх больше чем на пару сантиметров это уже объяснение дереву что вот это мы видим в качестве главного ствола и она все силы бросит в него вот как в этот стволик и сразу же даст превышение роста поэтому если мы видим что у нас он рост мы его сделали чуть пониже друзья но это не все если мы решили формировал если мы решили формировать вообще дерево в виде шарика вот как я дату мы когда весна наступает идет точка роста мы постоянно находим прищипываем постоянно прищипываем верхушки чтобы направлять его вверх честно не всегда это дело поэтому так много обрезалась а постоянно в это дело меньше было конечно таких вопросов ну да поэтому с этим тоже и миндаль он не очень зимостойкий в условиях киева его нужно обязательно подкормить на зиму фосфорно-корейными удобрения это уже другой другая тема года на этом друзья я надеюсь что вам было понятно как формировать так формировать можно начнут все вот барбарис можно так формировать все что мы хотим можно формировать любой формы но просто барбарис очень трудоемко потому что видите сколько он разрастается быстро на этом все всем пока до новых встреч счастливо